хотим по ipn сделать такую карту у кого что есть кто кому что передал подарил продал купил хранить тайну и охранять персональные данные становится очень сложно создается впечатление в целом это достаточно сложный неочевидный и трудоемкий процесс получит это или нет другой вопрос но задумка такая зачастую объем отчетности будет большой у меня например он будет каким-то колоссально огромный ты что-то забыл умышленные неумышленные это будет всплывать потом это будет уже неприятно если ты захочешь по-честному заплатить тебе не понравится результат ты поймешь что ты по честному такая разница какой доход у физического лица давайте сделаем единую ставку казахстане кажется что баланс относительно правильно выстроить будьте готовы готовьтесь 15 сентября всем добрый день я рад вас приветствовать в очередном выпуске freedom talks корпоративного подкаста компании фридом холдинг тимур турлов хозяин этой площадки и наш гость владимир фисенко партнер практики налоговых и юридических услуг руководитель направления консультационных услуг по частным клиентам и вай эрстен ян казахстан проще говоря специалист по налогообложению физических лиц и мы сегодня будем говорить о всеобщем декларировании как известно в казахстане с 1 января 21 года вводится всеобщее декларирование входную начальную декларацию представили в первую очередь госслужащие и приравненными лица это 580 тысяч физических лиц на втором этапе в этом году должны представить работники госучреждений и квази государственного сектора также их супруги вернее в прошлом году в этом году на третьем этапе с 1 января 24 года вернее до 1 сентября декларацию представят руководители и учредители юридических лиц индивидуальные предприниматели а также их супруги то есть это около 4 миллионов физических лиц и следующем году заключительный четвертый этап должны предоставить остальные категории граждан работники частных структур пенсионеры домохозяйки таксисты студенты другие планируется хватить более 6 и 4 миллиона физических лиц этого в систему всеобщего декларирования должно войти около 13 миллионов человек вот владимир я всегда думал что всеобщее декорирование зачем пенсионерам или таксистам сдавать налоговые декларации это как стрижка свиней крик много шерсти мало таксист очень уважаемых хорошо пенсионер домохозяйки условно вот я думал кому это выгодно ну по государству как бы вроде как не выгодно ну потому что она и этих не может за надлежащим образом посмотреть те декларации которые сдавались а тут еще пенсионер на подходе и теперь вот мы нашли человека кто на самом деле на этом заработает владимир владимир да я так понимаю вот для чего придумали все вообще декларирование на вашей улице действительно начался праздник 13 миллионов человек потенциальных клиентов ваших серьезно расширился расскажите вы рады этому безусловно если праздник на улице как же можно этому не радоваться вот но если серьезно то есть мне вопросы разумеется все очень декларируемые то как она задумана и как она воплощается в жизнь не секрет что в принципе его уже 10 лет назад хотели внедрить и все откладывали 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 и вот вроде как решили внедрять поэтапно и сегодня мы находимся в предпоследней волне но самое интересное когда предприниматели у нас декларируют свой свои активы всеобщее декларирование у нас начинается с 250 декларации об активах обязательствах то есть вступить надо в нее со своего первого баланс шита со своего описания активов и обязательств владимир я прощение создается впечатление в целом это достаточно сложный не не очевидный и трудоемкий процесс и поможет если это на миллионы предпринимателя потом еще там миллионы пенсионеров то я вот все-таки давайте в верхнем уровне поговорим не будем говорить про детали я лично отношусь плохо реально плохо потому что если конкретная цель декларирования заключается в том чтобы мы постарались снизить уровень коррупции через то что мы посредством такого института как незаконно полученные доходы то есть те которые он демонстрирует но они не декларированы я смогли бы изобличать коррупционеров и 580 тысяч государственных служащих их супруг аффилированных лиц и приравных ним вполне могли бы не просто сдавать но в том числе и делать публичными когда бы вот все блогеры журналисты бы внимательно смотрели с удовольствием на эти декларации завидовичали до что потребление намного превышает доходы и в целом было бы нам счастье такое общественное благо коррупция бы снизилась ну зачем пенсионерам и пенсионеры же могут быть аффилированы близкими аффилированы неофициально с государственной службой задумка такая сделать тотальный контроль мониторинг то есть хотят взять под контроль все доходы всех физических лиц и тем самым есть у нас там ндс который по стране двигается такая карта хотя мы хотим по ipn сделать такую карту у кого что есть кто кому что передал подарил продал купил и тем самым в цепочке выявлять те самые незадекларированные доходы получится это или нет другой вопрос но задумка такая не получится просто все знают это уже не секрет об этом говорил глава государства текущее состояние форм систем комитета государственных доходов но плачевная все там две информ системы которые на которые потратили достаточно ощутимые значимые суммы и так и не запущенную эксплуатацию я точно знаю что даже те кого надо проверять условно а потому что госслужащие сдают декларацию не из 21 года значительно раньше и нет ни одного кейса когда вот налоговики взяли и сказать слушайте а вы сдавали вот декларацию вас накопленным итогом за пять лет доход столько-то на машину вас стоит гораздо дороже или дом за городом я согласен есть такая проблема действительно было бы намного лучше если бы мы видели эффект от какого-то первичного внедрения этого и тогда как-то можно было легче объяснить зачем дальше каскадировать на всех остальных принципе с этим сложно поспорить у меня такое ощущение что просто увлеклись процессом с другой стороны государство наверно ведется как стартап да когда фейк и танцевой мейк постепенно учится в процессе ну вот 15 сентября когда пойдет массовая сдача не заколлапсирует система либо думаю заколлапсирует как каждый год но через пару дней раз расколлапсируется можно будет подать к особо галтелые новоплательщики жаждущие подать вовремя могут попадать на бумаге тимур твое отношение это упрощает и выполняет жизнь всеобщей периодом то что но у нас конечно достаточно цифровое государство и наверное это конечно колоссальный совершенно объем работы это сложная работа наверное вообще как бы сама идея по сути фактически такого упрощенного полноценного бухгалтерского учета для физических лиц она на очень масштабно она очень редко я не я честно говоря не очень большой эксперт по мировой практике но от навскидку не знаю стран где вот она вот так же я тоже не знаю буквально реализовано так делать я будут входящий исходящий баланс и отчет о прибыльных убытков за каждый год которым ты будешь платить налоги составлять эти балансы кажется что потребует определенного таланта наличие либо как 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 минимум базового базовых каких финансовых навыков а может быть и вообще такого ну почти бухгалтерского образования для того что ты мог его полноценно составить у тебя сложная декларация либо обратиться в июк владимир лучше в ивай вот как бы владимир бы наверно было бы достаточно там первой категории там глобально крупнейших налогоплательщиков потому что рознице ивай никогда не занимался и обслуживать как раз 300 крупнейших налогоплательщиков всегда в моем понимании мечта как бы любого такого супер крупного консультанта и в казахстане они точно есть и декларации мы все нам и так приходится сдавать поэтому этот бизнес мне кажется уже был как раз это создаст наверно такой большой технологический запрос на какие-то стартапы которые будут помогать людям вообще готовить эти декларации ну как какие-то автоматизированные решения которые должны помочь вообще людям но как-то вот их как бы в режиме каком-то режиме там странного опроса чего вы делали а чего не делали а что у вас есть а чего у вас нету а делали его вот это делали вот это то собрать как-то информацию из которой потом слепить каким-то образом этот баланс и какие-то подтверждающие документы для этого баланса в любом случае за это надо будет платить может быть самые большие деньги как владимиру ну там на пользование этого приложения надо либо учиться либо ну как либо учиться это делать я вполне верю что наверное как бы со временем люди наверное научиться это делать либо да придется все равно платить для тех кто занимается какой предпринимательской деятельностью почти наверняка придется платить потому что там зачастую объем отчетности будет кажется что будет большим у меня например он будет каким-то колоссально огромным вообще ну таким образом транзакционные издержки вообще не только ведение предпринимательства но целом как бы существование и пребывание гражданство казахстана не значительно вырос есть очень хороший пример вернее не очень хороший пример и соединенные штаты америки которые тоже граждане должны сдавать декларацию они не могут ее самостоятельно сделать владимирин даст собрать американское законодательство самое запутанное как говорится ни один американец великобританская может не может быть уверен в том что он правильно посчитал свои налоги есть такая известная компания intuit которая имеет сервис turbo tax это крупнейший вообще поставщик сервиса налоговой декларации и практически каждый президент чуть ли не с рейгана как бы свою предвыборную компанию обещал что американцам что вы налогоплательщики мы обязательно сделаем сервис для вас чтобы вы бесплатно самостоятельно заполняли налоговой декларации чтобы это было просто понятно и удобно и в итоге начиная с рейгана обама кто бы не обещал буш компания intuit очень замечательно это все торпедировала и говорила вы нам поручите мы разработаем подобный сайт и вроде как бесплатно практически две-три трассы клик он ведет на их платный сайт как бы заполнение налоговой декларации это такой очень эпический пример узурпации даже в соединенных штатах америки вот такой сферы как сдача налоговой декларации мне кажется что дело здесь вряд ли в заговоре дело скорее в том что действительно этот этот но при 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 запутанной истории у нас конечно очень много фентак сервисов сейчас появляется наша жизнь уже сильно более цифрованной чем чем он был несколько там лет назад и зачастую тебя огромное количество информации транзакция во первых государства уже есть там вообще не очень понятно то есть кажется что там 80 90 процентов от декларации можно было бы составить автоматически просто подтянув данные из банков из не банковских финансовых организаций из различных госбаз мамы частных баз ну то есть можно на интегрировать много-много всего чтобы у тебя существенно часть декларации ну как бы сформировалась сама и в принципе когда наверно мог бы и так это сформировать не обращаясь вообще к налогоплательщику самому с необходимостью это сделать опять же да мне почему-то в голову приходит что можно было бы как раз попробовать на налогоплательщика заставить ну то есть либо открывать эти налоговые проверки по факту когда твоя система риск-менеджмент показывает какие-то масштабные несоответствия между налогами и имуществом и чем-то еще из того что опять же в госбазах хоть как-то да видно а у нас там уже правда очень много всего видно и они в хорошем достаточно состоянии находится по моим ощущениям то есть наш финтек самый финтечный финтек и а вот какие то если у тебя появляются какие-то крупные транзакции которые материально влияют на твое там благосостояние то тогда ты наверное должен был сдавать эту декларацию для того чтобы как раз налоговая не пришла к тебе в конце года с вопросами чего-то у нас тут не сходится имущество с доходами в целом замечательная идея очень напоминает японский подход в японии почти примерно так то есть там налоговый комитет сам заполняет заградную декларацию примерно исходя из косвенных данных потом присылает ее по почте либо по e-mail эту декларацию вы можете поправить либо можете вообще проигнорировать если проигнорировали то начинается с данных той редакции который заполнил комитет государственных доходов условно японии но мы на самом деле достаточно близки к этому потому что собственно последний раз когда откладывали всеобщее декларировали откладывали как раз из-за того что систему не были готовы и как раз из-за последней категории граждан как вы назвали до пенсионера таксисты и так далее то как сделать так чтобы облегчить имущество подачи декларации когда у тебя не так много имущества скорее всего нет имущества за границей и по моему был эксперимент в караганде когда пытались вот с населением поработать чтобы они подали декларацию поняли что не работает и что сделали в принципе интегрировали все эти системы как тимур говорит да в принципе эта система все уже и так есть вопрос просто там систематизация структуризации это этих данных и сейчас если ты подаешь декларацию то у тебя уже данные о твоем остатках на твоих казахстанских банках счетах есть данные об автомобилях казахстане есть данные о недвижимости в казахстане есть большому счету если ничего другого нет то фактически это дело пяти минут на самом деле то есть мы в шаге от того чтобы можно было действительно ее не подавать а просто кликнуть или или даже не кликать а по умолчанию в шаге тем не менее это как раз касается требованиям людей же запугали запугали говорят подождите если вы не задекларируете свои бриллианты я не знаю ювелирное украшение обручальное кольцо охотничье ружье патроны к нему там шубу которую вы купили жене все это прям вы должны не просто декларировать найти оценщика пойти к нему заплатить за оценку потом это все оценится вот так это не принимается должны приложить приложить эту оценку и так далее все ваши мобильные переводы свыше 215 тысяч тенге мы будем смотреть если вы если их был более 100 раз за три месяца более 100 но неважно 215 тысяч это хорошо тем не менее мое ощущение могу безусловно ошибаться что это такое ни много ни мало такой очень серьезный разрыв после складывающегося десятилетиями так общественного договора когда государство простым людям просто не лезет и старается минимизировать вообще а если идем в детали вот владимир безусловно пользуясь случаем эфира может быть поделиться как справиться с этим стрессом оценщик шубы там что надо декларировать как подготовиться предпринимателям и супругам руководителям юридических лиц собственникам наверно самый простой рецепт справиться это нанять хорошего консультанта стрессом как нанять хорошего юриста или психолога да люди очень хорошо помогают вот а в целом слушайте ну по большому счету там грамотный новоплательщик если он заранее подходит к этому процессу там понимает что от него будет необходимо то справиться на самом деле не так уж и сложно то есть все по ячеечкам разложить там понять что у тебя есть что у тебя чего у тебя нет насколько это нажито так сказать честным трудом посильным трудом и так далее найти документы под под все что нажито и спрогнозировать какой-то свой там денежный поток на ближайшие там 35 лет чтобы понять то что на самом деле очень интересно да никто до конца не понимает что когда ты сдаешь первую декларацию фактически вопросов к ней никаких нет и даже государство обещает что вопрос не будет сдавать первой декларации чтобы мотивировать граждан задекларировать все что есть дьявол потом появляется потому что сверять то будут от этой то есть мы входим в новую налоговую историю но это часть этой стартовая точка это то есть это очередная легализация правильно ну в некотором смысле можно назвать и так но только уже с таким серьезными последствиями просто давайте вот сейчас все легализуемся опять же бы живем по-старому здесь нет здесь вопрос такой давайте как бы легализуемся но вот уже с этой точки 0 пойдем уже по другим правилам играть и все будем отслеживать в сравнении с условно говоря вот этой первой декларации и насколько качественно ты вот ее подготовишь настолько важно будет потом настолько комфортно тебе будет потом декларировать все остальное потому что все будет сверяться опять же ты что-то забыл умышленные не умышленно это будет всплывать потом это будет уже неприятно какой-то лайфхак есть допустим можно задекларирует 10 биткоинов если можно ли врать налоговую декларацию входящий я думаю что такое же преступление как и восходящий ну они упали выписку смотрите формально с точки зрения налогового законодательства налогоплательщик не обязан предоставлять ни одного документа вместе с налоговой декларации поэтому все что он будет это будет на его совесть это могут проверить или не проверить до сайте на какую дату эти активы должны быть на 31 декабря 23 это же балансит это баланс волосы тогда можно не 10 а 100 биткоина сказать что они все открыты смерть потом как бы продать вот я бы я была я бы был за сильно осторожнее потому что это легализация без амнистии как бы если можно так выразиться и если они увидят что у вас есть там 100 биткоинов на на 31 декабря то ничего не мешает налоговой она открыть против вас все таки налоговую проверку поэтому вопиющему вопросу задать вам все таки вопрос о том как вы вообще их умудрились приобрести и и на что наверное их купили то есть я так понимаю что принципе провести проверку физического лица с я не знаю у нас наверное действительно очень долго не было какой-то концепции когда мы должны были доказывать налоговой службе происхождение источники происхождения нашего имущества тут банки всегда требовали этот своих клиентов мы обязаны были проверять происхождение денежных средств финансовых организаций налоговая служба до недавнего времени как раз вот source of funds как бы source of проверял а я так понимаю сейчас вот это ну то есть грубо говоря налоговая служба может задать вопрос происхождение активов вообще как у как каких-то или нет не может ответить что вы были другом сатоши накамуку или там тем кто купил первый биткоин и не продали его да то есть ну как бы значит когда продадите тогда и заплатите я на самом деле с точки зрения текущего законодательства всеобщем декларировании есть не постичь этого слова на задворках где-то налогового законодательства к сожалению это не прямо налоговом кодексе и не в отдельном законе об амнистии но есть одна статья которая говорит о том что первую входящую декларацию налоговые органы проверять не будут если ты не госслужащий то есть формально строго говоря есть какая-никакая законодательная норма которая дает некое спокойствие что эту декларацию проверять не будут однако нет гарантии что не спросят а где вот предыдущие три года были декларации за них тоже да да можно я так понимаю без сдавать декларации как бы у людей было и раньше в данных случаях если они были доходы отличные от доходов там по основном место работы так далее так далее я так понимаю что не обнаружить у тебя как как какие-то какое-то ну наверное если налоговая даже вот не изучая декларацию а просто у нее возникнет какой-то совсем фундаментальный вопрос каких-то транзакций наверно может открыть налоговую проверку по физическому лицу и позапрашивать информацию за весь срок налоговой давности 5 лет 3 года 3 3 год сейчас да да может стать не очень можно к этой теме подойти с другого конца чтобы старство решила все-таки воспитать каждым из нас нового плательщика они даже так и говорят идентичность того что человек вот я налогоплательщик ну вспомните в той же америке на которой сейчас люблю ссылаться каждый говорит я плачу налоги да в какой-то кризисной ситуации до пытаясь полицейскому доказать что я плачу налоги и так далее у меня всегда был любимый вопрос вот можно задать его там зрителям или к аудитории поднимите руку кто точно знает сколько налогов он заплатил в прошлом году четыре человека я вижу четыре человека но это наверное специальная категория которые должны их высчитывать подготовлены наемные работники как правило есть такой институт как удержание налоговый агент удержание налогового источника выплаты и в итоге вроде как формально вы платите ипн но по факту даже такой прикол еще и есть старый анекдот а вы говорят спрашивали или измеряли потому что тот факт что они знают сколько не заплатили налогов еще не знали ну к если они говорят что знают еще не факт что они знают правильно они очень вероятно путают налоговые не налоговые отчисления вот и соответственно одна из у нас когда собирали очередной раз какие-то идеи для налогового кодекса одна из них была такая откажитесь от института налогового агента пусть люди сами считают свои доходы заполняют декларацию если вы так хотите и сами платят налоги это такой сакральный акт при общении государства то есть не заполнение декларации а именно сакральный акт уплаты налогов то есть и тогда он точно будет знать сколько он платит налогов год ну есть в этих словах истина действительно люди до сих пор часто им кажется что и п.н. это налог который работатель должен платить хотя работа исключительно выполняет функцию нового агента то есть он просто удерживает из твоей зарплаты собственно твои же налоги и передает их государству и действительно когда там ты нанимаешь сотрудника у тебя торг идет вокруг там net income до какого-то и очень часто люди действительно просто не понимают что есть там пенсионные взносы есть индивидуальный подоходный налог и это вообще-то обязанность физического лица здесь действительно тогда размывается такой вот это representation да вот taxation да что важнейший идентичность налогоплательщиков да я плачу налоги поэтому в этом смысле всеобщее деклары однозначно как тимур сказал вначале да это большой скачок вперед будет с точки зрения какой-то осознанности там гражданина там другой вопрос там надо ли это было делать таким наскоком далее может потому что чуть более эволюционной терапии да 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 чуть более эволюционным путем каким-то пойти там другой же вопрос там достаточно ли там информированности об этом то есть много вопросов к этому есть но в целом с этим согласен с точки зрения того что а давайте вообще отменим налогового агента ну так ни одно государство не сделает особенно с точки зрения дохода от работы по найму то что это просто невозможно всех поймать физических лиц да намного проще поймать юридических лиц которые плачут налоги и кстати казахстан в этом смысле 1 1 самых продвинутых государств потому что наш налоговый кодексе в отличие от многих других налоговых кодексов есть такая норма как по английски называется shadow payroll то есть у тебя там допустим иностранец работает в казахстане на какую-то казахстанскую компанию и получает часть своего дохода за границей в свой домашнего работодателя что достаточно часто явление для для иностранцев то во многих других странах ты на ту часть вторую должен подать декларацию заплатить налог то в казахстане в общем то очень давно уже местная компания на которую работает экспат она должна взять вот те доходы физического лица рассчитать налог как если бы она оплатила эти доходы и заплатить эти налоги то есть здесь мы достаточно прогрессивные пошли дальше и даже налогового агента за тех ребят которые здесь не зарегистрированы вот у нас на самом деле есть целый пласт дохода это имущественный доход те же самые ценные бумаги доход от операции ценными бумагами да где у нас неважно ты торгуешь на кавастанских биржах на рубежных биржах ты должен затеклировать этот доход самостоятельно и вот как раз государство активно борется за то чтобы вменить обязательство налогового агента брокером то есть обратного никогда не слышал чтобы государство давайте мы снимем обязательного агента с кого-нибудь это контр интуитивно и продуктивно для государства конечно самим налогоплательщикам при прочих рано хочется чтобы у них налоговый агент был потому что это радикально прощает их жизнь с них снимает ответственность за очень многие вещи то снимает первую очередь ответственность за некорректный расчет этого налога ну и с теми же самыми ценными бумагами там по факту есть миллион способов там есть же еще разные виды налоговых агентов кстати говоря ну то есть теоретически есть у себя как бы удерживающий налоговый агент есть неудерживающий есть те кто передает информацию налоговым органам о том доходе который они рассчитали по тебе ну то есть вот мы посчитали что ты должен там 50 тысяч и у тебя появляется как бы там от налоговые требования в 50 тысяч который отчитал налоговый агент что вот он рассчитал твой доход удержать вас не смог и у него либо не было права это сделать и возможности не было сделать что это денег не был на дату как раз когда он рассчитывал этот налог и он просто отрепорт с налоговой службе а дальше ты там уже в общем порядке нас тебя пытается взыскать эту сумму в момент когда происходит дедлайн как бы общей уплаты налогов ты в кабинете видишь где-то уведомление о том что вот пора заплатить 50 тысяч то есть чисто теоретически можно сделать гибридную историю когда на работодатель за тебя этот налог рассчитывает но не удерживает аудио оплатишь его потом ты сам но боюсь что будет приводить к но в том числе как бы к огромному количеству всяких технических дефолтов когда люди благополучно потратили все свои налоги в течение года а потом на них в декабре падает 12 процентов от годовой зарплат который они объективным никакой дисциплины не хватит уплатить самостоятельно оплатить опять же самостоятельно каждому человеку свой налог каждый месяц это же на самом деле транзакционный коз достаточно большой ну то есть если ты все-таки мы хотим превратить в осознанный акт на то это очевидно потребует даже если так как бы не знаю там заставить все банки обновить комиссии за эти транзакции ну как минимум от тебя энергии потребует чтобы ты там какой-то какие-то поручения формировал подтверждал если в нескольких компаниях работаешь к консолидировал все это в общем создаст объективно кучу проблем для того самого физика о котором мы заботились хотя наверно должно повысить его гражданское сознание лишь бы не повысить его слишком сильно говоря гражданском сознании возвращаясь все-таки к теме того что у нас есть институт налогового агента все-таки реально контрактация на рынке труда происходит вот как владимир ты правильно говоришь сколько чистыми получу на руки и в итоге даже вот если сравнивать официальные данные налоговой статистики вернее национального бюро статистики вот по данным по двадцать первому году фонда оплаты труда и сколько фонда оплаты труда с которого делаются отчисления и нпф разница расхождения в около 15 триллионов тенге это 56 процентов всего фонда оплаты труда стране то есть соответственно 56 процентов оплаты труда выплачивается условно в конвертах если по людям это взять и сравнивать занятое население по статистике сколько у нас зарегистрировано активных счетов и нпф тура лица около свыше двух миллионов человек то есть гигантский теневой сектор теневых доходов трудовых доходов что мне кажется это вот очень существенная игра со спекуляции вокруг предпринимательства того где заканчивается предпринимательство начинается наемный труд у нас очень много таких вещей кажется есть в экономике как раз в трапленном бизнесе в сотрудниках которые на самом деле такие не предприниматели хотя формально получают доходы как предприниматели я думаю что это люди которые может быть получают даже легальные доходы но просто они у них классифицированы каким-то причинам никак трудовые доходы подлежат какому-то иному режиму налогообложения я причем знаешь честно говоря не уверен что речь идет буквально какой-то зарплате в конвертах вот прям в таком большом масштабе я конечно могу ошибаться на но кажется что у нас и цифры со статистики из они выплачены как-то вполне официально но просто не как трудовой доход скажем так поэтому вот эта мисквалификация происходит просто причина удрабления и того что фактических наемных сотрудников переводит режим и п как раз то что у нас нагрузка на фонда платы труда в виде налогов почти 50 процентов вазе налогов до практически около там около 40 даже под 50 процентов это нереально и у нас заложено повышение дальше налогов социально это фундаментальный один из самых больших таким опять же давайте будем честными у нас один из самых низких налогов на труд по моим опять же ощущениям из того что я видел или вот опять же я здесь не прав можно поспорить давайте посмотрим на раз надо де-факто нет но давайте объясните у нас сколько ставка 10 процентов до пока сост налог сколько девять с половиной с половиной до там сравнивать какой-нибудь я не знаю развитой страной уберем показать что она развита что это не менее хотя сравнить я смотрите у нас ниже но если мы туда берем фонд социальности страхования берем туда гфсс берем туда енпф соответственно вместе сложить это будет под 40 процентов но в ср сколько будет в ср будет в ср они за те налоги которые они платят они получают совершенно другого масштаба социальную инфраструктуру но платится больше платит больше я вопрос этом есть действительно условно социальный налог у которого там нет лимита это многие его расценивают как по сути наказание да за трудоустройство сотрудников и то что это налог который не идет не в какую-то конкретную копилку да то есть это не адресный какой-то взнос это чисто чисто расход работодателя за то что ты нанял сотрудника можно посмотреть на это что я как работодатель тогда мотивирован автоматизировать производство вот но по крайней мере там разных странах уходят от системы именно налогов в социальной сфере распределяют это по фондам и взносам чтобы было понятно куда мои деньги идут и что я за это получаю социальный налог в этом смысле в казахстане на вниз не самый лучший пример что касается вопроса там двух миллионов в конвертах не в конверт действительно можно спорить здесь я думаю частично там тимур прав что есть такая доля есть действительно большая доля какой-то теневой экономики мы все об этом знаем мы видим там много людей которые там работают нелегально на базарах и так далее так далее вот на мой взгляд есть достаточно много интересных концепций государства у нас как-то очень точечно пытается решать эти вопросы на основной 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 мой посыл государства что давайте все-таки разработаем какую-то понятную налоговую политику долгосрочную где мы поймем к чему мы хотим прийти как мы хотим прийти и как и какие налоги нас к этому будут помогать приводить и тогда это поможет и главное потом системно это применять и не менять правила каждый год до чтобы у нас и физические лица и инвесторы и работодатели и предприниматели там могли этому довериться там этой прозрачной понятной системе и входить не и очень много муссируется идей вокруг там те же самозанятых каких-то да то есть надо ли нам пытаться гоняться за каждым таким человеком или нам просто нужно можно создать достаточно простую автоматизированную систему с низкими налогами где я буду мотивирован заплатить там два три 4 процента со своего дохода получить потом какие-то свои социальные гарантии государство проведет хорошую информационную работу я уверен что львиная доля таких налогоплательщиков она придет и заплатить эти налоги звучит замечательно но мы все понимаем насколько у нас нестабильно и налоговое законодательство идеология налогового законодательства я думаю что пока до весомый весомый вклад в негативную оценку работы предыдущего правительства несло как раз отсутствие вот подобной концептуализации в прошлом году на мой взгляд очень сильно всех напугали повышением налогов всеми вот этими достаточно неуклюжими заявлениями по поводу мобильных переводов кошельков и так далее слушай тут я могу немножко поспорить кажется что во первых правительство этом поэт это по этому пути пытается идти сейчас но во первых и вот эти три процента на предприниматель один из самых низких в мире в том числе и вот налогов на выручку который вообще существует там огромное количество вещей то вплоть до налоговых амнистий вот работайте в белую ну-ка дни налоговых амнистий этих мораториев на проверки и по сути обнуление налога на малый бизнес показываете все свои доходы начинаете работать потому официально даже не три процента ok 3 процента много давайте вообще ноль сделаем на государство пытается всех вытащить из тени на самом деле заставить показать показать что мы в целом готовы брать очень низкую ставку налога и давать как раз какие-то цельные гарантии и одновременно с этим но то есть как бы концептуально при этом а когда у нас постоянно растут социальные обязательства и правительство вынуждено решать проблему неравенства но он таком совсем масштабном уровне то есть есть ощущение что у нас высокое неравенство нам государству по сути нужно это неравенство пытаться выравнивать для этого на пытаться вроде как как-то более правильно переспределять деньги по внутри экономики и и вроде как для этого надо у бюджета растут постоянно расходы тебя чтобы балансировать бюджет по идее где-то надо брать дополнительные доходы для этого бюджет может знаешь насколько выросла расходы часть бюджета на последние три года на плюс 60 процент на 10 триллионов тенге это на мой взгляд немыслимо ну то есть одномоментно за два-три года но за это же должен кто-то заплатить согласитесь когда мы не хватит они прошлый год свели бюджет кассовым методом только за счет авансирования мдс и кпн чудовищных объемов там могут есть на самом деле много способов как как с этим бороться можно повторюсь пытаться там занимать деньги на внутреннем рынке можно более агрессивно тратить экспортную выручку которую правительство получает может о том дефиците который мы говорим он тоже отчасти искусственный потому что мы сначала часть по сути налоговой выручки как бы не направляем в бюджет направляем в нацфонд вместо бюджет хотя это по идее доход государства прямые доход бюджета в очень многих странах а потом мы как бы с очень большими терзаниями муками совести из нацфонда перекладываем обратно в бюджет просто как бы если бы мы честно смотрели на историю то у нас в целом относительно сбалансированный бюджет без какого-либо масштабного дефицита просто на нацфонд ничего не откладываем это вот как бы на самом деле чуть менее трагичная картина чем вот это вот все перекладывание триллионов сначала из бюджета в нацфонд потом из нацфонда в бюджет ну нет желания вот в первую очередь задаться вопросом на что эти деньги расходуются на сколько эффективно 10 триллионов плюсом за три года нет и социалка ну в том-то и дело что нужно это разложить потому что я уверен что эффективность этих бюджетных расходов она крайне высока их просачивание с точки зрения инклюзивности снижения неравенства она тоже наоборот может быть ведь отрицательных государства очень активно на самом деле сейчас инвестировала в повышение во первых доходов на различных социальных выплат начиная там запеку которая на самом деле у служащих достаточно большое влияние мечты разные вещи она и на частный сектор имеет достаточно значимое влияние там очень много ну дано для банкиров иметь самое маленькое влияние а вот на многие другие производственные предприятия там очень много чего на ставку мзп завязано и она потом через разные мультипликаторы формируют на самом деле там окладные части и многие другие вещи и она здесь мультипликативно привело к достаточно серьезному росту доходов людей и это же инвестиции как раз в строительство на инфраструктуры образовательной инфраструктуры инфраструктуры здравоохранения еще каких-то вещах на эффективные они или нет но как бы они кажется не совсем катастрофически опять же мне навскидку кажется что государств скорее правильно чем неправильно тратила деньги и вот эти вот ну то есть правильным повысили зарплату учителям кажется что наверное правильно правильные потратили 2 миллиарда долларов нет и бра не потратили 2 миллиард долларов на 100 ларто кругом-бегом потратим 2 миллиарда сейчас уже очевидно что с учетом выплаты взятых обязательств и так далее. Все это выйдет по 2 миллиарда. Ну, мне кажется, там даже президент много говорил об этом. Я бы не драматизировал сейчас совсем страшной силой, в том числе и этот проект. Можно ли в нем найти положительные стороны? Наверное, можно. Можно ли было потратить деньги как-то более эффективно? Ну, тоже да. Точно можно было и более эффективно потратить. Будет ли от него какая-то польза стратегическая на длинном горизонте? Может ли какая-то транспортная артерия дать Астане какой-то... Знаешь, у нас на самом деле богато государство. У нас государство процентов только по внутреннему долгу за прошлый год заплатило сильно-сильно больше, чем у любой ЛРТ потратил. В этом году, говорят, по 3 триллиона пойдет. Ну, вот у нас... А тоже недолго. Ну, другая цифра, которая иллюстрирует. Я напомню цифру. У нас 15 триллионов тенге, скорее всего. Это теневой зарплатный фонд. 2 миллиона человек получают зарплату без уплаты, надлежащих платежей. И еще вот другая цифра подоспела. 2 миллиона, она верифицирована, человек сейчас находится на просрочке с выше 90 дней либо на взыскании. на 10 условно миллионов человек экономически активного населения. Но все они должны сдавать декорацию. Другая родовая проблема казахстанская налоговая система, если мы говорим в отношении физических лиц, и она мне до конца, ну, как экономист, вообще непонятно. Почему у нас такая большая разница в налогообложении одного и того же физического лица, ставок, но разные доходы. То есть если это трудовой договор, то там 40-50 процентов, как ты говоришь. Если это договор ГПХ, чуть поменьше. А если это ИП индивидуальный, то 3 процента. Вот эта вот лестница, она же и создает возможности, условия для того, чтобы уходить в, оптимизировать выплату и уходить в другой режим. Ну, слушай, она, на мой взгляд, не дает возможности оптимизировать. То есть у нас, в нашем заказе достаточно понятно написано, что можно классифицировать. Ну, что ты должен классифицировать как трудовой договор, вместо того, чтобы оформлять что-то по трудовому договору, заключающемуся на ГПХ, это незаконно, и тебя за это накажут. То есть это не то, что ты можешь сделать по своему выбору, на самом деле. Это будет зависеть от характера работ, продолжительности и так далее. И там, ну, как бы, не очень сложно понять, что это было, если захотеть в этом поразбираться. И тем более, как бы, не сложно понять, что является наемным трудом, а что является предпринимательством. У этого тоже есть вполне себе четкое определение. Для налоговой службы, наверное, не представляющей совсем фундаментальной проблемы, как бы отличить одно от другого. Мы на примере многих соседних стран на самом деле видели, как можно наращивать налоговое администрирование. Я видел процесс, как в России росло налоговое администрирование. И как все, на самом деле, схемы с использованием, не знаю, предпринимателей очень достаточно быстро наканули в лету. И, ну, как бы, бизнес испытал достаточно серьезную боль, как раз, когда расставался с большинством схем оптимизации налогов, налоговая служба смогла и захотела, захотела и смогла, на самом деле, как бы, навести в этом отношении ФНС, Федеральной новой службы, ходят легенды. Я не раз слышал подобные отзывы. Ну, будем надеяться, у нас, может быть, что-то получится. Но, тем не менее, сама логика мне непонятна. А почему один тот же доход Владимира будет облагаться по разным ставкам? Я не могу сказать, что она мне тоже понятна. То есть, разрыв очень большой. Я согласен, что это, наверное, не так, как это должно быть. Я говорю, что у нас в это создается ощущение, что есть некая демотивация наращивать штат сотрудников. Такое есть, действительно. С одной стороны, с другой стороны. У меня же логично, какая разница, какой доход у физического лица. Давайте сделаем единую ставку его обложения. В смысле, у предпринимателей и у сотрудников? Ну, если это физическое лицо занимается предпринимательской деятельностью не без открытия юридического лица, в то же время сдает в аренду какую-то недвижимость, плюс еще подрабатывает где-то, и плюс еще кому-то окажутся услуги, пусть все эти доходы облагаются по одной ставке. Зачем усложнять? Такие концепции есть? Есть. Действительно, да. Давайте упростим новую систему и какую-то сделаем либо единую ставку, либо как-то классифицируем доходы по... Социальные гарантии тоже разные в разных случаях, на самом деле. У тебя, когда ты являешься предпринимателем, у тебя никаких социальных гарантий по большому счету нет. ни больничного, ничего, ни декретного, ни вообще гарантии твоего труда как такового. То есть, не поймал своего буйвола, не ешь. Во-вторых, хочется немножко пошутить на тему того, что, помните, там была тоже какая-то старая история, почему вы грабили банки? Потому что там были деньги. Ну, как бы вот, почему мы наращиваем налоги? Мы наращиваем налоги там, где они собираются. Если у тебя нет механизма, как собирать налог, довольно бессмысленно его повышать. У нас это будет собираться еще хуже. А если у тебя есть какой-то налог, который хорошо собирается, то, наверное, очевидно, его можно и повышать. Ну, как бы, и рассчитывать на то, что он соберется больше его, а не меньше в результате этого смелого действия. Тут вопрос, видимо, как раз, правильно ли это логика? Она работающая? Это точно. Ну, может быть, не очень справедливая. Тот аспект, который касается... Кстати, недавно, прошу прощения, вот Atomicen выдвинул свои идеи по концепции нового налогового кодекса, и они очень прикольно сделали. Они разбили там экономику на три там сектора. Крупные предприятия, средние предприятия и там малый бизнес. И, в принципе, предложили, условно говоря, малому бизнесу платить очень там какие-то маленькие деньги через ну, с многое приложение. То есть не надо там подавать какие-то квартальные декларации, даже ежегодные декларации. Ты просто там плачешь налог раз в год и все. Средний бизнес тоже сократить все налоги в один там какой-то платеж, который будет чуть больше, чем у малого. А у крупного уже общеустановленный режим налогообложения. По большому счету это действительно помогает не бегать за каждым там предпринимателем и малым бизнесом и пытаться там всю сложную систему налогообложения ему вменить, его научить, отвлекать от этого и так далее. И тем не менее иметь какую-то справедливую там долю налогообложения от данного сектора экономики. Говоря про то, что касается брокерского бизнеса, налогообложения доходов от прироста ценных бумаг. В Казахстане, если не ошибаюсь, достаточно парадоксальная вещь о том, что прирост налогооблагается, а убыток, поскольку ценные бумаги они волатильные, он не учитывается. Есть шанс, что это будет учтено в новом налоговом кодексе? Шанс всегда есть. То есть, либо будет учтено, либо не будет. 50 на 50. 50 на 50. Да, мы бьемся с этим уже достаточно давно. Я лично написал поправки. Уже несколько лет пытаюсь что-то с этим сделать. Вот с коллегами из Фридом мы активно работаем на эту тему, встречаемся с КГД, с Минфином, с Минэком, разные концепции им предлагаем. в общем-то, даже в какой-то момент приблизились к тому, что нам обещали внести эти поправки даже в текущий новоговый кодекс, даже ретроспективно. Но в последний момент что-то пошло не так. Очень надеемся, что в новом-новом кодексе это наконец-то поменяется, потому что действительно система очень несправедливая, когда мы ни убытки не можем зачитывать, ни любые сопутствующие расходы, ни переносить эти убытки. С зачетом налога у нас есть там большие проблемы. И вообще с любыми нетрадиционными какими-то активами чуть ли не нам нужно платить налог на валовый доход. Это все, как вы сказали, очень даже парадоксально. То есть мы написали в наших поправках там основную идею, что давайте сделаем это все достаточно просто для всех. Потому что налоговые органы говорят, нам сложно бегать, проверять, мы в этом ничего не понимаем, считать это все, а налогоплательщик будет этим пользоваться и явно не платить налоги. Хотя сейчас за 2020... Никто не платит налоги. Да, за 2022 год было подано 1673 декларации с инвестиционным доходом. Ну, то есть это явно в сотни раз меньше, чем было у налогоплательщиков с таким доходом. И самое интересное, что на мой вопрос не кажется ли вам, что такое малое количество оно обусловлено тем, что правила не совсем справедливые. То есть ты при номинальной ставке 10% можешь платить и 100, и 200%. Мне сказали, нет, не кажется. Просто не хотят платить налоги. Вот. Поэтому, да, хочется, чтобы мы к этому пришли. Вроде бы как уже осознание этого есть. Очень надеюсь, что наконец эти поправки... А, вот наша идея это основная была, что давайте все упростим, то есть давайте введем в кодекс понятие там чистого финансового результата, чистого экономического результата. Любой брокерский отчет... По итогам года? По итогам года, да. Он дает тебе, как инвестору, информацию о том, сколько ты реально заработал. Ты сколько там продал, купил акции, дивиденды, ну, какой доход ты получил. Фактически, прочитав его, очень легко найти одну единственную цифру, сколько ты вообще заработал за год. Вот, давайте эту цифру и обладать. Это совпадает с тем, что брокер дает тебе, и это совпадает с реальностью, сколько ты действительно заработал. И все будет очень просто. Я могу, наверное, чуть-чуть добавить, что там интересная такая история, налоговая очень агрессивно бьется за вот эту часть жизни и очень неохотно, на самом деле, двигается. Мне очень странно казалось, что КГД, по сути, там, бился, а вот, наверное, расходы на брокеров за счет брать не надо. И мы как-то вот очень много времени потратили, надо ли вообще как бы брокерские комиссии и деньги заплачены, вознаграждения заплачены посреднику, вообще как бы брать на затраты. Особенно учитывая, что это как бы становится налоговой базой самого посредника, это совсем, наверное, странно с этим воевать, особенно учитывая, что налог вообще не собираем. Ну, то есть он как бы вот, мы даже, мы как бы ИПН собираем хорошо в целом, ну, как бы половину, как даже по вашей там самой смелой оценке, мы половину его точно собираем. А вот здесь мы его там точно не собираем ни половину, ни 10%, наверное, от того, что должны были бы собирать в первую очередь повторюсь из-за крайне странной методики расчета то есть если захочешь по-честному заплатить тебе не понравится результат ну то есть как бы ты поймешь что не по-честному это как раз вот такой сам сам большой противоречия здесь но иначе надо как-то очень странно торговать и помнить что как убытки фиксировать нельзя потому что как бы они да очень непредсказуемым образом изменяют налоговую базу безусловно там есть определенный нюанс но как рассчитать более-менее справедливую налоговую базу то есть как бы лишь было бы чего терять но то есть понятное дело что как бы до физические лица могут жульничать могут как-то неправильно там искажать свою налоговую базу могут включать эффективные сделки могут включать не знаки это внебиржевые сделки там сделанные в ее там без участия брокера в эту же налоговую базу или там брокеру давать поручение на расчеты по таким сделкам и теоретически искажать таким образом справедливую базу как бы ее сейчас вообще не платит никто, да, то есть как бы вот прежде чем мы начнем бороться с какими-то злоупотреблениями в этой истории, начинать потихоньку корректировать свой налоговый кодекс, казалось бы, что там надо было начать как раз с какого-то максимально комфортного режима, вот есть у вас там 10 ИПН, ну вот платить, как бы вот действительно там, берите на вычеты все реальные расходы, расходы на покупку ценных бумаг, сальдируйте прибыли с убытками, сальдируйте производные с финансовые инструменты с базовыми активами, ну то есть как бы разрешите людям сначала сальдировать все, потом начинайте делать из этого конкретные исключения, ну как бы это можно и в самом начальном этапе, там есть какие бы очевидные налоговые риски, которые можно прикрыть, ну и например, не знаю, там запретить сальдировать обращаемые с необращаемыми, то есть если ты на бирже получил какой-то доход и одновременно с этим получил какой-то убыток с ценными бумагами не на бирже, то может быть там нельзя уменьшать базу одного от базы другого, но у нас хотя бы пойдут какие-то сборы налогов, а потом можно эту систему докручивать, ее как бы обновлять, добавлять какие-то нормативные акты, как-то ее совершенствовать, добавлять туда роль налогового агента, который тоже почему-то стал у нас там большим делбрекером в этой истории, мы не будем ничего менять, пока мы не согласитесь стать налоговыми агентами, и тут на самом деле у индустрии есть ответственность, как бы индустрия, наша индустрия на самом деле как-то очень плохо отреагировала на эту историю, сказал, что налоговыми агентами мы быть категорически не хотим, и в моем понимании такое своеобразное предательство интересов клиентов наших же, которые мы не смогли как индустрия нормально отработать, то есть мы не смогли договориться друг с другом, чтобы мы как-то однозначно выступили, сказали, мы готовы быть налоговым агентом. Будем честным, налоговым агентом быть сложно, особенно если у тебя налоговый учет не совсем простой, и тебя надо понимать, что сольдировать, что не сольдировать, что с чем, что и как. Часто для брокерской компании налоговый учет гораздо сложнее внутреннего учета, и тебе нужно писать отдельные модули, это существенные доработки айтишные, которые нужно сделать всем, чтобы ты вообще такие вещи мог делать. Плюс там это очень сильно меняет операционку, потому что если у тебя появляется обязанность налогового агента, каждый раз, когда клиент отзывает деньги с брокерского счета, тебе придется проверять его налоговую базу, ты не сможешь ему разрешить сделать эту транзакцию, пока брокер не даст подтверждение о том, что как бы он налоги удержал, рассчитал и удержал. То есть никаких там мгновенных отзывов денег, доступа к брокерскому счету по карточке, ну кажется, что не будет, если мы не сделаем систему, который вообще на лету будет считать этот налог, и после каждой сделки, грубо говоря, каждую секунду, по сути, обновляется эту налоговую базу для того, чтобы при каждой твоей карточной транзакции, когда ты с брокерского счета платишь за что-нибудь, у тебя автоматически расщеплялась эта история, там 10% улетало в КГД. Это действительно, повторюсь, как бы комплексно усложняет айтишную систему брокеров тоже драматически, то есть наш учет становится прям в два раза сложнее, чем был. И не все к этому окажутся готовы, потому что мы как бы свой текущий учет писали, да, там 20 лет. А тут его как бы надо усложнить, причем очень быстро усложнить, и понятное дело, что как бы все рационально сказали, что они пошли бы вы лесом с этой идеей, давайте как-то вот вы сами это посчитаете. Понятное дело, что там все равно остается еще одна проблема. Клиент мог быть разные брокерские счета, и налоговые агенты не знают о тех сделках, которые ты делаешь в каких-то других компаниях, у тебя может быть прибыль у одного налогового агента, убыток у другого налогового агента, но как раз если уж у тебя такая комплексная история, когда у тебя там на разных биржах, у разных брокеров, в разных банках есть какие-то деньги, какие-то операции, которые ты там совершаешь, каждый из них отчитал, что попало, а потом ты сдаешь общую декларацию, в которой пытаешься корректировать, ну и посчитать как-то уже в соответствии с законодательством правильно эту историю, по сути, поздать декларацию, в результате которой ты либо доплатишь, либо получишь вычет, ну вероятнее всего получишь вычет какой-то излишнеуплаченного налога. В результате как раз сдачи вот этой декларации, если уж ты работаешь одновременно с несколькими налоговыми агентами, ни у одного из них нет полной картины на самом деле о твоих операциях, чтобы корректно посчитать твой финансовый результат. Поэтому запрет сальдирования, собственно, эту проблему нивелирует. Ну согласен, тогда повторюсь. Что не делают ее лучше? Если нельзя ничего сальдировать, то... Да, я думал, что эта проблема уже практически решена, просто набраться терпения и дождаться новой. И в какой-то момент нам даже сказали, мы были лично в заседании, Сергей Лукьянов был от Freedom, и мы сидели, делали доклад, и КГД сказал, что все, мы приняли поправки в текущий налоговый кодекс по сальдированию и по переносу убытков на три года. И вопрос только сейчас там штриховки текста. Это было на заседании, на котором было там человек 30 присутствовало, но в конце концов... Не снижайте напор. Вообще, я, честно говоря, вот тоже недоумеваю, да, потому что действительно государство сейчас практически ничего не получает. И это такая парадоксальная ситуация, когда государство может в кое-то веке, ну, в КГД, да, вообще-то достичь win-win ситуации. Когда государство скажет, слушайте, вот давайте сделаем прозрачную, справедливую, понятную систему, и налогоплательщик будет от этого получить, так сказать, удовольствие, да, и налоговые органы получат деньги. Ну, а люди получат легальные доходы, это что же очень важно сейчас, на самом деле, для любого банка, тебя спрашивают, ты взял миллион долларов, тебе все-таки как бы нужно какое-то рациональное объяснение. И на самом деле, когда у тебя есть налоговая декларация, в которой ты говоришь, вот я заработал, заплатил с них налоги, это самая лучшая справка, как бы вот самый лучший, как бы, пруф подтверждения благосостояния для любой транзакции, для любого крупного банковского перевода, для любых, не знаю, заграничных переводов, которые ты делаешь. С этой точки зрения, повторюсь, уже многие люди поняли, что нет смысла как бы прятать доходы, когда ставка низкая, 10% объективно, как бы невысокая ставка за нетрудовые доходы, как раз, которые ты получаешь, она, в общем, вполне стимулировала бы многих эти деньги платить для того, чтобы иметь легальное происхождение денег. Потому что здесь, когда у тебя получается ставка, повторюсь, крайне непредсказуемая, и ты понимаешь, что у тебя там, у тебя был плохой год, ты в убытке, а тебе при этом надо платить кучу налогов, у тебя там ставка, может быть, повторюсь, вот совершенно произвольная. Ты можешь потерять 20% капитала и еще 30% оказаться должным налоговым, потому что у тебя были прибыльные сделки и очень убыточные, например, какие-то. Ты вроде как все закрыл, а тебе уже, вроде, платить-то не из чего, а вот как бы надо. И тогда получается, что ты не можешь и при этом легально показать что-то. Просто потому что, наверное, 10% ты бы заплатил, а 60% платить уже тебе как-то вот кажется, в принципе, неправильным и аморальным. А 160% еще больше. И я здесь хочу добавить, что мне кажется, мы не до конца оцениваем трагичность потенциальной ситуации, когда сейчас одновременно у нас происходит, что мы входим во всеобщее декларирование, где хочешь, не хочешь будут появляться брокерские счета, будут возникать наверняка вопросы. Одновременно с этим происходит автоматический обмен информацией, которая уже два года как в Казахстане работает. И, соответственно, одновременно с этим работает система несправедливого вложения по данным операциям. Мы действительно рискуем получить сейчас достаточно большое количество граждан, которым придется платить налоги, еще и штрафы, налоги по несправедливым ставкам, еще и штрафы на это. И, честно говоря, не вызывает это оптимизма, на самом деле. То есть, вот это вот совпадение вот этих нескольких факторов одновременно, если этот вопрос не решится, тогда проще уйти от казахстанских брокеров куда-нибудь в Interactive Brokers. Ну, в том-то и дело, то есть автоматический обмен... И никогда потом не тратить эти деньги. Ну, то есть, во-первых, все равно получить результат в результате, тогда надо переехать в Дубай, на самом деле, это вот самый лучший мест с ним, и обмен это, в общем, толком ни у кого нет. И отказаться от казахстанского гражданства. Потому что у нас, как в Америке, гражданин Казахстана практически всегда пожизненный резидент. Только в Дубай переехать не поможет. Да. Так что я поэтому и говорю, не снижайте напор, удачи вам, успехов. Последний вопрос, предпоследний вопрос все-таки. Мы в Казахстане за 30 лет привыкли все-таки к такому, я считаю, цивилизованному благу, как банковская тайна. Так. Да, о том, что, ну, в целом, как бы, то, что у тебя есть на счетах, что там происходит, особо никого не касается. Но, по моим наблюдениям, последние годы из-за активности налогового комитета де-факто произошла такая эрозия банковской тайны. То есть имеются доступы. И вот сейчас говорят, слушайте, мы все 100 транзакций, если будет, будем считать все ваши транзакции. Если свыше 100, как бы будем задавать вопросы. То есть банковская тайна все? Давно уже все. Да? Ну, на самом деле, смотрите, можно ли вот эту вот проблему, там, количество транзакций, качество транзакций решить, не нарушив банковскую тайну, однозначно можно. Ну, то есть можно делать скоринг всех этих клиентов, когда банк самостоятельно, грубо говоря, проверит их по этим критериям и выгрузит потом в налоговый комитет все счета, которые будут соответствовать каким-то критериям. Будет ли считаться это разглашением банковской тайны? На самом деле, хороший вопрос. Вот скоринг по определенному алгоритму, который сделал налоговый комитет, скорее всего, формально не будет считаться даже нарушением банковской тайны. Формально, да, факт. Хотя, опять же, кажется, что банковская тайна уже давно во всем мире все. И они как бы настолько охотно и активно обмениваются информацией с налоговыми органами на постоянной основе, даже на международном уровне, что... И это одна из причин, почему биткоин стоит свыше 70 тысяч долларов. Ну, это не точно. Друзья, завершающий вопрос. Хорошо. 13 миллионов человек будут сдавать свои декларации. А насколько государство гарантирует, что не произойдет утечки? И потом мы не обнаружим какую-то новость о том, что все налоговые данные... Я уже видел такие новости, не знаю, правда это или нет. Продаются. Трахим, тут как-то не только налоговая тайна все. С персональные данные в целом, наверное. Там есть же какая проблема сейчас, когда твои данные становятся крайне хорошо структурированы. То есть там есть... Я помню, один из моих друзей, я шутил на тему того, что в бизнесе есть там три состояния. Состояние в целом приемлемое, когда не ты не знаешь, что у тебя в бизнесе происходит, и налоговая тоже не знает, что у тебя в бизнесе происходит. Есть второе состояние, когда ты знаешь точно, что у тебя в бизнесе происходит, но как бы и все остальные тоже знают, что у тебя в бизнесе происходит. Это не очень хорошее состояние зачастую. Есть третье состояние, когда ты знаешь, что у тебя в бизнесе происходит, а для всех остальных это непонятно. Но это вроде как такое самое идеальное состояние, когда вроде как и ты что-то понимаешь, а остальные ничего не понимают. Но правда в том, что, наверное, когда у тебя... Ну, то есть можно либо иметь очень плохо структурированный баз данных, в том числе государственные базы данных, коммерческие базы данных, и тогда, в общем, их не так сложно защищать. Ну, то есть ты вроде как и сам не знаешь, что у тебя в этой базе лежит, и скачать оттуда что-либо сложно. Но если ты приходишь к системе, когда у тебя появляются достаточно хорошо структурированные базы, которые хорошо сложены, к которым легко обратиться, с которым быстро можно получить информацию, то на самом деле хранить тайну и охранять эти персональные данные становится очень-очень сложно. Есть много разного опыта, начиная от совершенно кошмарного GDPR с гигантскими штрафами, которые все равно не приводят к тому, что в Европе относительно мало утечек по причине очень низкой цифровизации, в моем понимании, а не по причине того, что там как-то классно работает законодательство. Когда у тебя, повторюсь, цифровизация очень высокая, к сожалению, если мы посмотрим на опыт, не знаю, всех самых крупных финансовых институтов вообще, не знаю, там в регионе и в мире, они постоянно, к сожалению, допускают утечки персональных данных, сколько бы десятков или сотен миллионов долларов они свою кибербезопасность бы не инвестировали. С этой точки зрения, повторюсь, понятное дело, что как бы все совершенствуют эти процессы, но кажется, что лучше научиться правильно обрабатывать эти персональные данные, во-первых, законным способом, да, ужесточать определенную ответственность за разглашение этих данных, потому что основная масса утечек – это социальная инженерия и какой-то человеческий фактор, когда на самом деле не какие-то злые хакеры сломали базу, а когда, в общем, люди, которые имели право доступа к этой информации, сотрудники какие-то этим правом злоупотребили, скажем так. Механизмы борьбы с этим, безусловно, есть, но одновременно с этим всегда, в общем-то, как бы… Простота хуже воровства. Да, она как бы точно так же, как людей, к сожалению, жулики постоянно обманывают и вымогают у них деньги, сколько банки бы не совершенствовали свои системы борьбы и предотвращения этого мошенничества, как бы социальная инженерия продолжает процветать в совершенно разных областях, в том числе и в областях как бы воровства данных. Она там тоже есть, и вот обеспечить, как сказать о том, что эти данные не утекут, ну, наверное, как бы вот никто сейчас не может дать гарантии относительно полной неприкосновенности каких-либо баз, которые… Просто нужно смириться, принять. Рахим, я бы пытаюсь тебя чуть-чуть успокоить. Когда есть такая процедура, можно сказать, последний шаг, прежде чем страна начнет обмениваться информацией, это когда комиссия Уэстер приезжает в страну, и она должна убедиться в том, что в стране, в которой будет обмениваться информация, есть достаточно бережное отношение к персональным данным, и у нас есть… у Уэстер есть комфорт в том, что такая сохранность обеспечивается. Соответственно, поскольку мы уже два года как обмениваемся этой информацией, мы эту процедуру прошли, и, соответственно, Уэстер удовлетворен качеством сохранности наших персональных данных, поэтому если тебя это успокоит… Слушай, на самом деле, давайте опять же дадим должное. В Казахстане кажется, что баланс относительно правильно Уэстера. То есть, бывают ли у нас утечки? К сожалению, бывают. Мы о них слышим периодически, они происходят. Но кажется, что у нас законные обработки персональных данных сильно больше, чем незаконные. Есть очень много примеров, когда незаконные обработки сильно больше, чем законные. И вот это вообще печаль, потому что у тебя легальные пользователи получить к ним доступ зачастую не могут, а жулики при этом продают за 200 долларов в Даркнете почти любую базу. У нас соседи, на самом деле, очень много, у которых именно в таком состоянии находится сейчас эта история. Это похоже на четвертое состояние из вот той триады, которая идет в четвертое, когда ты не знаешь, что у тебя в бизнесе происходит, а другие налоговые знают. Ну вот, да, это, конечно, самое грустное во всей этой истории. Но вот, повторюсь, у нас все-таки каких-то, ну я не помню каких-то масштабных утечек из государственных баз, которые нанесли кому-то прям большой ущерб. Может, просто не помню. Но, повторюсь, кажется, что у нас как бы бенефиты от вот всей системы там легального доступа к персональным данным с разрешения человека, в интересах человека, они тут точно превышают объем какого-то, не знаю, там незаконного разглашения или каких-то утечек, которые... Ну мы только на пороге к тому, чтобы сдавать такие чувствительные данные, ну в первую очередь финансовые данные. Как бы свои, все-таки я и говорю, что за эти 30 лет в силу разных обстоятельств, в первую очередь, наверное, низкой степени могут быть цифровизации, отсутствие всеобщего декларирования, отсутствие стабильного доступа у налоговых органов к банковским счетам физических лиц, мы наслаждались вот этой присылутой банковской тайной. И именно поэтому у нас настолько резко выросла доля безналичных платежей. И мы все привыкли к банковским приложениям и не вносим наличные, потому что в целом можно не платить с этого налоги и пользоваться. Ситуация меняется. Друзья, будем подводить итоги. Ну всеобщее декларирование продолжается. Ничего не поменяли. Да, ничего не поменяли. Будьте готовы, готовьтесь 15 сентября. В то же время параллельно вы должны, наверное, задавать вопросы, куда будут уходить ваши налоги с активов, которые вы декларируете. Но я лично надеюсь, что все-таки этот эксперимент скорее всего завершится предсказуемо не очень большой полезностью. в сопоставлении с очень большими издержками. Может быть, у нас наоборот действительно в правительстве встанет по-настоящему подотчетом и гражданское сознание преисполнилось. Ну или так. Друзья, спасибо, что смотрите наши выпуски. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова